Я не знаю, как я живу. Я вышиваю. Наша управляющая компания, она не хочет, не хочет. Неправомерные действия открытого акционерного общества «Управляющая компания» грозят многим жителям города Рыбинска остаться без интернета и телевидения. Уже не в первый раз по указанию этой компании обслуживающие организации отказываются предоставлять доступ сотрудникам ведущего кабельного оператора города ООО «Фарс» в места общего пользования многоквартирных домов для проведения технических работ. Ежедневно в диспетчерскую службу компании «Фарс» обращаются жители разных районов города с просьбой устранить неполадки, подключить или перенастроить кабельное телевидение. Но оператор связи не может оказать людям полноценную услугу, потому что между ним и жильцами стоит барьер в лице управляющей компании. Монтажная бригада совместно со съемочной группой направляется в общество с ограниченной ответственностью в комплексное управление жилищно-эксплуатационных работ, чтобы получить доступ к техническим помещениям домов, находящихся на обслуживании этой организации. Сотрудники оператора связи показывают удостоверение и заявки жильцов этих домов, которые требуют произвести технические работы для возобновления вещания кабельного телевидения «Фарс». Обслуживающая организация отказывает в доступе. А у вас есть приказ? После долгих поисков сотрудники демонстрируют документ. Приказ, выданный управляющей компанией, гласит – в целях обеспечения безопасности жильцов не выдавать ключи от мест общего пользования сотрудникам компании «Фарс». Про других операторов связи в нем не сказано. Следующая монтажная бригада направляется в общество с ограниченной ответственностью, строили в сервис. Здесь та же картина. «Фарс» 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 «За у нас есть и везде». «Фарс» «Понюшно». «За у нас есть и везде». «За у нас есть и везде». «Включитель, да?» Дальше сотрудника нового фраз, нового чердачного помещения. Также сотрудника нового фраза, нового чердачного помещения. Согласование. Согласование надо? Управляющей компанией? Да. Стояние, как тебе знать. Сфалька, достань, пожалуйста. Ну так вот созвонитесь, значит, не будет. В письменной форме можно? В письменной, конечно, в письменной форме. В следующую организацию общества с ограниченной ответственностью Комсервис мы пришли с жителем одного из домов, находящихся в управлении этой организации. Но руководство компании дало ясно понять, услугами какого оператора связи будут пользоваться жильцы в Рыбинске, решает управляющая компания, а не собственники жилья. Я вам объяснял, вы кто? Вот для меня вы кто? Еще раз говорю, а я вот директор управляющей компании. Вы мне начали показывать удостоверение, я вам сказал, я вам тоже могу удостоверение показать. Для меня вы на данный момент не являетесь тем лицом, которым я могу дать этот ключик. Без разрешения? Без разрешения. Есть управляющая компания, которой жители делегировали обслуживание, управление своим домом. И она распоряжается всеми этими местами общего пользования. Она разрешение даст? Ради Бога. Не даст? Значит и я не дам. Есть собрание собственников, и собственники сказали, мы вот хотим вот так. Делегировать кого-то. Да, делегировать кого-то, ради Бога. Хозяин! Хозяин! Я же вам это все объяснял. Это было приведено. Мы с протоколами приходили к вам. Бумагу дайте мне. Приходили в управляющую компанию. Дайте мне бумагу, подписанную Сидниковым, или Скворцовым, или Замовым. В конце прошлого года у компании Фарс уже был подобный инцидент с УАО «Управляющая компания». С собственниками многоквартирных домов были подписаны протоколы собрания. Привлечены местные СМИ. Но управляющая компания проигнорировала воля изъявления жителей. Ключи от технических помещений так и не были выданы. На официальные запросы не поступали ответы. А при визитах сотрудников телекомпании, директор управляющей компании Сидников Сергей Анатольевич, либо отсутствовал. Либо проводил срочное важное совещание. Либо сотрудники управляющей компании просто выставляли съемочную группу за дверь. Пожалуйста. Не надо выключить. Нет, нет, нет. Почему? Вот что, пожалуйста. Наши. Один ваш. Не нужно снимать. Мужчина, не нужно снимать. Не нужно, это запрет. Не надо снимать. Ну, так, понимаете. Где запрет? Я не вижу, что написано запрет. Ну, это наше, понимаете. Так, что нас. Не нужно снимать нас. Вот так вот снимайте, вот так, пожалуйста. Очень старея. Ну, как. Ну, говорят, что не бумаги, а люди. В общем, уберите свои деньги. Вы аккуратнитесь. Ну, да. Вы не расплатитесь потом за меня. Вы не толкайте меня. Ранее на заявление нашей телекомпании федеральная антимонопольная служба уже сделала предупреждение открытому акционерному обществу управляющая компания о нарушении антимонопольного законодательства по пункту 5 части 1 статьи 10 федерального закона о защите конкуренции и обязала предоставить доступ в места общего пользования оператора связи ФАРС в срок до 30 июня 2014 года. Но требования антимонопольной службы управляющей компанией так и не были выполнены. Согласно жилищному кодексу Российской Федерации, общее имущество в многоквартирном доме принадлежит собственникам помещений. В связи с этим только они вправе распоряжаться этим имуществом. Однако управляющая компания, нарушая нормы жилищного законодательства, самопроизвольно присваивает себе это право. Поскольку выдача ключей от технических помещений – обязанность, а не право управляющей компании. Я не знаю, как я живу. Я вышиваю. Наша управляющая компания, она не хочет и не хочет.